Во времена социализма это был самый большой район панельных домов в тогдашней ГДР. После воссоединения Германии здесь оказалось много пустующих и недорогих квартир, и так сложилось, что здесь, на востоке Берлина, предпочли селиться и российские немцы. С плаката на автобусной остановке прохожих призывают сделать прививку от COVID-19. Правительство потратило на эти плакаты без малого 12 миллионов евро, но действуют они далеко не на всех. Вот, например, Эльвира, родом из Кемерово, в Германии 16 лет. Никаких прививок она делать не собирается. Потому что сейчас поставлено все с ног на голову. Мир вообще. Это все идет от того, что показывают по телевидению, говорят по радио. Пугаловки на весь мир. И так запугали людей, что они уже неадекватно относятся к этой ситуации, и все бегут поставить прививки. Но это не даст им выхода из этой ситуации. Берлинская газета «Тага» Шпигель пишет, что русскоязычные жители города скептично настроены по отношению к вакцинации. Цитата. Налицо глубокое недоверие по отношению к государству, вакцинам и их эффективности. Впрочем, этот вывод сделан на основании бесед с несколькими прохожими в районе Мартсан, а не социологических опросов. Однако осенью выборы в Бундестаг, и по их результатам Германия получит нового канцлера. Сотни тысяч голосов российских немцев – важный фактор предвыборной кампании. А помня историю с выдуманным изнасилованием девочки Лизы, в Германии опасаются, что дезинформация о коронавирусе может вновь увести российских немцев в другую реальность. Роза и Андрей переехали в Германию из Уфы больше 20 лет назад. Оба уже вакцинированы и теперь уговаривают некоторых друзей. Просто не буду делать и все. Это отвечает моя кузина. Она живет в Алсбурге, и она не хочет, хотя она работает в Альтахайм. И она никак не хочет. Я ее спрашиваю, почему. Она мне ответила, что ей посоветовала другая кузина. Она тоже моя, но она живет в Красноярске. И у нее муж врач. И она говорит, Ира, я тебе не... Ну, и вот этой моей кузине. Одна кузина другой. Я тебе не советую. И вот она пока. Мы как-то по телефону с ним разговаривали. Он говорит, ты привился? Я говорю, я привился. Ну и как? Я говорю, да ничего. Я говорю, а ты будешь прививаться? Нет. Ни под каким предлогом прививаться не буду. Ну, может, человек страх берет, не знаю. Роза говорит, что получает от знакомых десятки сообщений о коронавирусе в день. И удаляет их, не читая. Очень много негатива. А все-таки надо более позитивно. И я не думаю, что правительство и государство направлено на то, чтобы истребить народ, как они пишут. Это всякая ерунда. Общественная организация Визион в Марцане занимается интеграцией и просвещением российских немцев. На этой неделе запланирован очередной семинар про фейки о коронавирусе. За год пандемии пенсионеры освоили Zoom. Русскоязычное население приехало со стойким недоверием к тому, что делается сверху, чего нет в Германии. Мы доверяем здесь своему правительству, своему врачу. А приехали мы, зная, что нам много врут. И поэтому не очень хорошо относимся к этим прививкам. Алла Дедковская руководит проектом «Активный гражданин». И говорит, что многие переселенцы, оказавшись в Германии, начинают идеализировать страну, из которой недавно уехали. Наш контингент, будем говорить так, российских немцев, они живут новостями, которые поступают из России. Они живут русским телевидением. Практически у каждого российского немца, особенно у человека уже в возрасте, есть русское телевидение. И вот они смотрят все передачи, все новости. И такое впечатление, что они живут не в Германии, не в Берлине, а живут в России, а живут в Москве. И вот все почему-то для них кажется лучше. И прививка «Спутник» лучше, чем здесь «Файзер» или «Модерна» или какая-то другая. Вот такой менталитет. Поэтому и много таких вот мнений, что даже некоторые говорят, а зачем прививаться? Вот посмотрите, в России там вообще без масок ходят, и прекрасная жизнь, и первое время чумы. Как ни парадоксально, но противница прививок «Альвира» тоже во всем винит телевизор. Я знаю, что это нагнетают телевидением и радиом. Вот этим страхом людей стали нагнетать. И люди уже как зомбированные бегут, чтобы их привили. У них такой страх вообще. Я говорю, вот в эзбу не едешь, и если вот мне тяжело дышать, я немножко припускаю маску с носа, они аж на меня чуть ли не кидаются. Одень маску вот так. Эльвира говорит, что ее сын поехал в отпуск в Россию, потому что там якобы спокойнее.